Так, ну что, здравствуйте, коллеги! Время 16.00. Думаю, что сейчас в течение буквально пяти минут еще люди будут подключаться, поэтому я предлагаю немножечко такую устроить перекличку, кто сегодня пришел к нам на встречу. Очень рады у нас уже сегодня второе занятие, так скажем, нашего кафе начальной школы «По секрету всему свету». И сегодня у нас в гостях тьютеры из «Находки» — это Наталья Дмитриевна Вьюн и Елена Алексеевна Анимка, город «Находка». Давайте познакомимся немножко с гостями, кто сегодня пришел. Представьтесь, пожалуйста, можно голосом, можно в чате, если кто-то стесняется. Очень рады, что собралась такая очень профессиональная аудитория, так скажем. Итак, Ольга, давайте с вас начнем. Ольга Карпова, вы откуда? Отключите звук, пожалуйста, вас не слышно. Город Обнинск, Калужская область. Очень приятно. Город Обнинск, Калужская область. Очень хорошо. Так, Надежда, Влас, представьте, скажите, пожалуйста, вы откуда? Мы с вами общаемся, да? Ну вот сейчас визуализировались, очень приятно. Здравствуйте, да, хорошо меня слышно. Я нахожусь во Франции, а так я из Петербурга. Преподаватель немецкого языка. Галина. Приморский край «Находка». Мы очень хорошие коллеги. Елена. Приморский край «Находка». Отлично, такой педагогический коллектив «Находки». Отлично. Оксана. Город Судак, Республика Крым. Ой, как здорово. Так, Ирина. Ирина Кологородцева. Или Кологородцева. Ну ладно. Так, и вот не вижу, не знаю, к сожалению, не могу прочитать. «My thing» написано. Да-да-да, это вы. Это я. Меня зовут Марина. Я из Белоруссии, город Минск. Спасибо. Виктория. Город Ростов-на-Дону. Очень хорошо, спасибо. Так, и ещё у нас есть участник. Вот я вижу, Ксения. Вы откуда? Здравствуйте, Московская область. Тупино. Угу. Татьяна, подключилась Громова. Татьяна, откуда? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы представляем просто географическое сейчас положение. Откуда мы подключились? Москва, да? Правильно? Да. Угу. Ну что, у нас сейчас собрались коллеги. Я думаю, что можно вот приветственную часть такую закончить. Итак, слово предоставляется Наталье. Наталья. Итак, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Юна Татьяна Дмитриевна. Меня уже представила, да? Татьяна Андреева. Я являюсь методистом МЦ «Развитие», информационно-методического центра развития города Находки. Сегодня я хотела бы вам немножко осветить возможности организации деятельности в условиях смешанного обучения дистанционного и электронного образования с помощью замечательного конструктора, который называется «Курэ». Вот такая вот его аббревиатура, которую вы обязательно можете найти в любом поисковике и перейти. Ну, сразу хотелось бы оговориться, что МЦ «Развитие» информационно-методический центр недавно открыл новые площадки для трансляции своей деятельности. Это и обязательно у нас есть площадка на Фейсбуке. Вот так она называется. Подписывайтесь на нас. Замечательная копилка, в которую мы сейчас очень много бросаем информационных различных ссылочек с разных платформ, да, с разных страничек. Ну и, как и у всех сейчас, есть в Инстаграме у нас тоже страничка. Вот она вот так вот выглядит. У нас еще подписчиков немного, мы только начинаем. Но она также отражает нашу деятельность. Будем рады вас видеть на своих аккаунтах. Ну, поближе остановлюсь к Коре, возвращаюсь на демонстрацию, возвращаюсь на страничку, о которой хотела бы вам рассказать в интернете про эту платформу. Итак, что из себя представляет замечательный конструктор урока на платформе Кори Апп, либо Кори? Вот сейчас вы видите перед собой экран с информацией, которая есть у меня в личном аккаунте. Каковы же возможности, как же можно зарегистрироваться в данном аккаунте? Для этого у вас должна быть привязка в углу, да? Вы заходите, забиваете свои данные. Естественно, что вы оказываетесь на своей страничке. Вот, например, у меня она вот так выглядит. Италия Вьюн, учитель. Выбирая ученика, либо учителя. Все очень просто, как и в любых платформах. Сейчас я буду нажимать. Если вам будет что-то не видно, вы мне, пожалуйста, включайте звук и сигнализируйте. Потому что в последнее время что-то у меня не получается входить-выходить. Приходится открывать демонстрацию для того, чтобы перейти на новую страничку. Курсы в данный момент, помимо того, что являюсь методистом, я веду еще и историю. В данный момент мы сегодня, у нас последний день обучения в находке, вела историю пятых-шестых классов. Поэтому наш сегодняшний диалог мы составим и разговоры составим из двух частей. Это я расскажу об общем, как можно использовать не только в начальной школе. И Елена Алексеевна Анипко, педагог начального звена, 18-я школа города Находка, уже поближе познакомит учлений начальных классов с разными возможностями использования коры. Итак, приступим. Если вам видно, пожалуйста, скажите, видно вам начало объединения русских земель вокруг Москвы? Видно? Ну, я вам сейчас покажу небольшой урок, который разработан мной. в условиях дистанционного образования в данный момент. Итак, как же я проводила уроки? Я, во-первых, проводила уроки через Zoom. То есть это онлайн конференция, в которой мы сейчас с вами находимся. И она позволяет проводить уроки здесь и сейчас, но с использованием различных цифровых ресурсов. Основным цифровым ресурсом, как я уже сказала, я использовала Zoom. Вот, например, когда я начинала урок, я начинала урок с различных проблемных вопросов, с повторениями предшествующего материала. Например, был задан вопрос в одной из тем, возможно ли была борьба за независимость и политическое единство Руси без ее духовного возрождения. Это главный вопрос, главная проблема, которая стояла перед детьми в течение урока. Далее, естественно, как и любой урок, начинается с актуализации знаний. Я попыталась задать несколько вопросов ребятам. Потом, после их ответов, я ввела в урок небольшое стихотворение, такое вводное стихотворение, которое предваряло тему урока. Дальше, так как у нас с вами на уроках не всегда была возможность ребятам заглянуть здесь и сейчас, то есть по разным причинам, я всегда вставляла различные ролики из Ютуба. Сейчас вы видите возможности использования данной платформы. То есть можно вставлять текстовое содержание, можно вставлять различные вопросы. Дальше шли мы по содержанию параграфа. Естественно, что не просто параграфы, я дополняла различным материалом. Вы видите в данный момент не только текст, но и изображения различные. Далее, вставляла различные, без работы над критическим ошибением, работы с информацией невозможно в данный момент, в данное настоящее время в образовательной нашей политике, невозможно вообще ничего. Поэтому я включала сюда работу с учебником. Также я вставляла различный материал тестового характера. Вы видите, да? Найдив в тексте слово или словосочетание, которое является лишним вредом. И вот дано предложение. В период правления Ивана 1-го коллектива произошли следующие изменения. И задача ребенка выбрать из представленных вариантов и ввести правильный ответ в определенное поле. И так как это вопрос был с автопроверкой, одновременно это можно было проверить. Естественно, в работу я включала различные варианты обратной связи. Вы видите, вот это у нас и тестовые вопросы, и опросник с проверкой автоматической. Да, и также, видите, много теоретического материала, потому что нужно успеть за очень короткое время. К сожалению, у нас урок длился всего 30 минут. А параграфов, вы знаете, большие, материала очень много. Вопросы с открытым ответом, конечно же. Различные классификационные варианты использования обратной связи, когда можно было предоставить возможность ребенку, и он мог выделить здесь различными вариантами или вслух сказать, что куда относить. Да, то есть вот, например, видите, неправильно. Неправильно. То есть понятно, да, как действует эта классификация. Это один из инструментов КОЭ. Да, вот. Также у нас есть возможность разговора с ребенком на ответы. Да, нет, я вам об этом тоже расскажу. Ну, и, естественно, что домашнее задание. Домашнее задание позволяло мне увидеть обратную связь с ребенком. Это было как различные устные варианты домашнего задания обязательно. И, конечно же, творческое задание с использованием различных подходов. В данном случае это по словам падлик. Да, когда ребенок идет по ссылочке, выполняет задание, например, составить карту знаний по изученному параграфу, и прикрепить ее. То есть я не собирала варианты, как многие собирают, в различных вайберах, да, в различных ватсапах. Я просила ребят опубликовать свои ответы на доску онлайн, доску падлик. И вот сейчас я заканчиваю трансляцию урока. Вот таким образом я строила урок. И не только этот урок, но и также другие уроки, в которых включала различные-различные инструменты, которые есть как раз в этом конструкторе урока, в этом код под названием коры. Ну вот если в прошлом уроке вы не видели вариант такой, то здесь, например, вы видите, да, видите, литовский князь вновь начал искать союза. Видно вам? Коллеги? Видно? Видно, видно. Ага, хорошо. В данный момент здесь я вставляла уже другой элемент этой же системы, этой системы конструктора, да, которая называется «Заполни пробелы». Ну а сейчас более подробно расскажу, как же это делается, как же создается урок в этом конструкторе. То есть можно вообще все, что угодно, и вставлять в различные упражнения с Ленин Апса, да, и вопросы, и ответы. То есть очень большой конструктор, который с большим количеством инструментов позволяет организовать деятельность не только в онлайн-режиме, да, вот здесь и сейчас, ну и, конечно же, и в смешанном обучении, когда у нас, надеюсь, карантинные мероприятия закончатся, мы выйдем с вами в учебный процесс. Это очень хорошая возможность использовать дифференцированный подход, индивидуальный подход в условиях уже нашего, да, по-клайн-обучению. Так, закрываю это все и возвращаюсь к нашему конструктору. Итак, как же организовать эту деятельность в этом конструкторе, свою, педагогическую, да? Здесь у нас есть в данном конструкторе очень много разных, можно сказать, что сторон, да, вот как на обычном листе бумаги, у нас верхняя сторона, нижняя, левая, правая, да? Если мы обратимся к верхнему полю, здесь мы заметим различные такие вот цифровые ресурсы. Это в конструкторе, да, элементы. Это уроки, олимпиады можно организовывать. Можно организовывать определенные курсы, вот которые вы сейчас видите, а также есть кнопочка проверка заданий. Ну, мы постепенно будем к этому переходить, поэтому обратимся к урокам и олимпиадам. В уроках, олимпиадах вы можете структурировать все свои мероприятия, все свои уроки, которые вы организуете. Вот в данный момент вы представлены, у меня папочки с пятым классом, шестым классом, и хотя я не веду начальную школу, однако благодаря возможностям Кори поделиться с другими участниками, да, кто работает в этой же платформе, я у нас собирала вот небольшую копилку себе для начальной школы. Ну, попозже о начальной школе расскажет, еще раз говорю, Анна Алексеевна. Ну, возвращаясь, как же организовать себе урок, как же его создать. Для этого в левой панели, чуть выше до середины, у нас находится плюсик, видно, да? Нажимаем на него, как в любой платформе у нас есть такие же элементы, нажимаем плюс и выбираем тот формат деятельности, тот формат организации на уроках, которая вам более приемлема. Это либо урок, то есть вы видите, да, варианты, либо контрольная, либо викторина, ну, либо просто вставляете папочку, в которую вносите уже абсолютно другие элементы урока. Ну, начнем с урока. Нажимаем на урок, и в данный момент представлено большое разнообразие различных форм, да? Так что-то кто-то пишет уже нам. Я, правда, не вижу. Дальше, как мы действуем? Дальше мы создаем урок с чистого листа. Я обращу внимание, что если вы у какого-то учителя взяли в копилочку чей-то урок, да, то есть, то вы можете также вносить в него изменения, то есть его использовать как шаблон той или иной темы, тем самым изменяя и подставляя под себя. Итак, открываем поле. У нас с вами есть левая сторона, середина, центральное поле, и правая сторона. Правые элементы организации и деятельности данной платформы. Вы видите, можно ввести какие возможности, как я это делала. Я вводила название урока обязательно, то есть просто текстовым редактором, да, вводим название урока. Дальше. На этой же страничке я вводила, как же вводится, вот с левой стороны панели есть информационные блоки. Все очень просто, все очень доступно. Мы левой кнопкой мыши нажимаем, вводим на новую страничку текст, и в данном поле вы можете вводить абсолютно разное содержание. Я хочу сказать, что не обязательно все заново набирать. Можно просто скопировать и вставить сюда, то есть правой кнопкой где-то что-то вы скопировали и сюда вставили. Все очень просто. Этот материал, который вы сюда вставляете, можно корректировать, то есть как в любом бюрдовском документе, да, или в гуглотском. То есть вы можете менять шрифт, вы можете изменять форму абзаца, подчеркивание, видите, можете вставлять цитаты, можете ранжировать, номеровать список, да, маркировочный список вставлять, также вставлять различные ссылочки. То есть также можно вставлять различные картинки прямо здесь в течение, в самом тексте. Какие еще функции есть, какие инструменты еще есть? Все очень просто, коллеги. Инструмент, который называется инструкция. Здесь также можно вводить текст, и здесь также можно его менять, да. То есть это может быть просто какая-то информация, это может быть инструкция, это может быть определенная цель, целеполагание, да, на уроке. Это может быть постановка вопроса, это может быть введение темы урока. И здесь вы спокойно можете печатать, также вставлять изображение. То есть все очень просто. Все очень просто. Дальше. Ну, вы видели, что я вставляла медиафайл, да, то есть с YouTube. Также левой кнопочкой мыши захватываем, видите, появился прямоугольничек, и вставляем, загружаем видео. Видео либо аудио. Не забывайте, что нужно внимательно посмотреть, что вводится только определенного формата варианты, да. То есть если вы, например, в Яндексе забили или в Гугле какое-то название ролика, да, оттуда вы не скачаете. Вам лучше взять вот именно вот эти источники для ссылок, потому что они просто не загрузятся. То есть внимательно. То есть YouTube, значит, YouTube открываем и в YouTube ищем. Не в Яндексе, в Гугле, да, где-то в другом поисковике, а только именно вот в этих вариантах источников, которые можно использовать. Дальше. Можно просто вставить какие-то картинки. Вот просто вставляем. Видите, получилась оранжевая у нас с вами полосочка. Загружаем изображение. Также либо ссылочку вставляем. Все просто. Дальше. Вы видели, что в одном из уроков я вставляла элементы игры, да, упражнения, известные всем. Learning Apps. Наверняка вам знакомо. Также вы открываете простой у нас Learning Apps. Прям при вас сейчас я это сделаю. Видно вам, да, как я открываю поисковик? Да, сейчас я именно так и напишу. Learning Apps. Заходим в программу. Ищем упражнение, которое вам нужно, либо создаем сами, да, вот любое, да, например, по математике, по масштабу у нас урок. Когда вы открываете упражнение, с правой стороны внизу у нас с вами есть интернет-ссылка. Вот как раз эту интернет-ссылку мы копируем правой кнопкой мыши, как это всегда делается, да, и вставляем в наш урок. Вот смотрите. Видите, вот сейчас я ссылочку вставила, и вы увидели как раз вот то упражнение, которое было вот в этой программе игровой Learning Apps в этом тоже конструкторе, да, познавательный. Ну, я закрою его. Вы наверняка это поняли, что в записи пересмотрите. Так, возвращаюсь. То есть вот смотрите. Если вдруг возник вариант такой, что вам эта информация не нужна, мы знаем, что у нас с вами каждый раз видение относительно уроков меняется, да, вроде думали одно, а все-таки пересмотрели и решили сделать иначе. Как же это все корректировать? С правой стороны вы видите вот такой вот кружок с тремя точечками, на него нажимаем, и вы видите, что можно очистить содержание, дублировать этот материал, либо его просто удалить. Так, вот сейчас я сделала так, что я просто удалила тот материал, который у меня сейчас есть. Смотрите. Удалить. Дальше. Есть еще один инструмент. Это называется документ. То есть вы вставляете также левой кнопкой мыши и загружаете определенные документы, которые вы можете использовать в своем уроке. Но кроме, как говорится, говорящей головы, есть в данном конструкторе еще и задание теста. Вот вы видите с левой стороны у нас тест, открытый вопрос, классификация, вопрос с автопроверкой, заполнить пробелы, диалоговый тренажер. Посмотрим внимательно на тест. Что же может нам позволить, как может позволить возможность, какие есть у данного инструмента. Вот в верхней стороночке, в верхнем крае вы обязательно вводите вопрос. Дальше. Чем хорош тест? То, что тест может показать нам правильный ответ во время урока. То есть здесь есть еще в рефлексивной части инструментов опрос. В отличие от опроса, тест позволяет увидеть правильный ответ. Если взять опрос, вот я сейчас вставляю, да, то когда ребенок, вы вводите вопрос, вводите варианты ответа, и когда это будет вариант либо один, либо несколько, видите, да, как я это делаю, просто нажатием левой кнопочки мыши, то мы можем определить в данный момент ответы, да, но ребенок их не увидит. Вот если мы вставим тест, вот он тест, да, в заданиях и тестах, то мы ответы увидим. Прямо на уроке. Дальше. Открытый вопрос. Чем открытый вопрос хорош? Тем, что здесь вы увидите обратную связь от ребенка не в конкретизации какого-то материала, а в выражении своего собственного мнения. Тем самым вы увидите, насколько богата у ребенка речь, насколько у него обширен кругозор. Да, также здесь можно прикрепить файлы к ответу. Нажимаем на кнопочку, когда ребенок будет проходить, он ее нажмет, она активизируется, и ребенок может прикрепить различные файлы к ответу, в том числе звук. Дальше. Вариант с классификацией. Видите, спокойно я вставляю, все очень и очень просто. Когда вам нужно сделать, например, распределить какие-то понятия или определить соотношение одного понятия к другому, как вы это будете? То есть, где введите, то есть, все просто. Введите слово и нажмите Enter, то есть, вводите группу. Если у вас несколько групп, обдавляете вторую, то есть, видите, плюсики с правой стороны. И ниже вводите обязательно название групп, и вводите те определения. Вот вы изначально определяете правильный вариант. Но когда ребенок будет смотреть, мы с вами просмотрели на уроке, который я вам показала, вы увидели, что ребенок сам нажимает левой кнопкой мыши и передвигает курсорчик, то слово, куда нужно его определить. Очень хороший, очень хороший инструмент для организации деятельности на уроке. Дальше. Еще одним инструментом, которым можно воспользоваться в данной программе, это у нас заполни пробелы. Вы тоже их увидели. То есть, мы вводим обычный текст, да? То есть, вводим текст. Вот, видите, нажмите «Вводить текст». И когда мы вводим текст, видите, появляется вот такой вот прямоугольничек, прямоугольничек с буквой «Т». Вы вводите определенное содержание, и если вам это нужно содержание убрать, и чтобы ребенок его вел, вы смело нажимаете «Ставить пропуск», он появляется, видите, да? Но обратите внимание, что как вы напишите, такой вариант ответа ребенок должен замести. То есть, никаких пробелов. Если это со строчной буквы, то есть, с маленькой буквы написано, нужно обязательно писать с маленькой буквы. То есть, это на знаке табуляции обязательно, обязательно нужно обращать внимание. То есть, вы можете зашифровать, как говорится, спрятать от детей определенные буквы, определенные слова, термины, да? Даты, в том числе по истории, либо какие-то окончания в именах прилагательных, существительных, родовые, да? То есть, вариантов множество. Это полностью ваше творчество. Вот чем хорош этот конструктор, да, король, то как раз педагогическое творчество здесь проявляется в очень большой-большой линии. Дальше. Диалоговый тренажер позволяет, то есть, все просто, нажимаем, ввели. Диалоговый тренажер позволяет нам с вами побеседовать с ребенком, с ребенком относительно выполнения тех или иных заданий, ответов на вопрос. Конечно, здесь нужно немножко потрудиться. Сейчас я думаю, время не буду на это тратить. Если вас это заинтересует, конечно, мы обратим на это внимание. И в любом случае, хочу вам дать такой совет. Здесь, в этом конструкторе, вернусь к уроку, есть подсказки. С правой стороны экрана есть вопросик. Вот когда вы переходите на правую сторону, вот эти инструменты, вопросик. Это есть инструкция, которая может вам пригодиться. Все в доступной форме, даже в видео обязательно здесь все отражено. То есть, не бойтесь заглядывать, не бойтесь спрашивать. Так, возвращаясь к левой сторонке, осталось всего у нас два элемента. Это обратная связь и опрос. Кстати, обратная связь появилась очень недавно, потому что этот конструктор очень активный, очень живой. Организаторы и программисты работают над совершенствованием этого конструктора. И вот, например, на этапе рефлексивном оценочном можно использовать также вот такой вот в виде вопрос, в виде описания, поле до ответа. Ребенок может прикрепить файл. То есть, замечательная обратная связь по уроку может быть осуществлена. Встанет вопрос, а как же быть, если, как же быть, что нужно сделать, чтобы ребенок увидел урок? Ну, во-первых, вы его должны сохранить. В правой стороне, вверху, вы видите, вот такой значок со стрелочкой, с облачком. Вот если вы на него нажмете, вот видите, да, у вас появится окошечко, урок сохранен, и две ссылочки. Ссылочка ученикам, вот видите, вот здесь, да, и ссылочка другим учителям. То есть, нажимаем на ссылочку, копируем, в буфер она сфотографировалась, скопировалась, и отправляем учителям, для того, чтобы они воспользовались этим конструктором, либо отправляем ученикам. Я вот в сетевой город отправляла обычно вот такую ссылку. Ну, и, конечно же, есть вот такая небольшая ссылка, которая можно использовать, если вы откроете в интернете прям урок и урт, да, все это можно сделать. Дальше. Но, это мы вот написали опубликовать, одновременно можно нажать на кнопочку также поделиться, это та же самая функция возникает. Дальше. Очень хороший инструмент называется прохождение. Благодаря этому инструменту вы можете отследить по тому, как ребята работали с вашим уроком. Ну, вот сейчас вернусь я, например, к уроку, который был у нас, у меня начало объединения русских земель вокруг Москвы, открою. А почему-то у меня тут не фиксируется. Так, давайте вернусь. Потому что я их ввела в курс, да, коллеги, помогите мне. Ввела в курс. И если смотреть не с курса, то, естественно, прохождения видны. Правда? С урока зайдите, да. Да, да, с урока, я поняла. Ну, вот, например, да, соперники Москвы откроем. Вот у нас урок. С правой стороны у нас есть прохождение. Нажимаем. И вот здесь вот мы видим, какие ребята проходили тот или иной урок. Вот, например, возьмем девочку. Да? Это мы видим мониторинг прохождения, как ребенок проходил урок. То есть много у меня здесь, видите, разных различных вопросов. И вставляем мы слова, все что угодно, да. И есть очень хорошее окошечко, в котором можно провести обратную связь. Ну, я себя не утруждала, видите, я пишу либо хорошо, либо проверь внимательно еще. То есть много разных вариантов. Это можно по каждому ребенку, если вы нажали на конкретного ребенка. А можно также включить статистику по классу. Сколько детей пройдено, сколько детей не пройдено. То есть кто пытался проходить, кто не пытался проходить. Но я вам хочу сказать, что вот этот мониторинг, он у меня был не основным. Поэтому, ребята, кто желал проходить, кто-то у меня проходил. Потому что в основном я онлайн проводила, здесь и сейчас, да, обратную связь по домашнему заданию и по активности на уроки. То есть у меня не только вот дети заходили здесь и работали. Но как же проверить... Так, вернемся к содержанию, да. Еще раз. Для того, чтобы я включила презентацию, я запускала презентацию. Здесь у нас видно все содержание урока. Но здесь еще кнопочка замечательная, настройка урока. Вы можете, если, например, задали определенное какое-то задание ребенку, можете ограничить прохождение, сколько времени, да, на выполнение, например, той или иной самостоятельной, либо контрольной, либо какого-то задания даете, да. Ограничить прохождение. Можете ограничить доступ. То есть когда по календарю можно, как и в любой системе Яндекса, да, у нас Яндекс.Учебника, можно вставить карточку и ограничить доступ к этой карточке. Точно так же можно и здесь. Ну и доступ можно ограничить только по ссылочке. Да. Возвращаюсь. Очень интересная, хорошая функция для обратной связи, для того, чтобы понять, как ребята выполнили задание, где же это проверять. Ну, вернемся. Вот у нас есть уроки Олимпиады к верхней части нашего инструментария, курсы, проверка заданий. Вот как раз вот здесь вы и будете проверять те задания, которые выполнили ребята. Ребята могут как регистрироваться на уроке, так могут и не регистрироваться. Вот видите, дети у нас, многие обозначили себя Анастасия, 21, 3, 4, 5, 5. Я до сих пор, кстати, не знаю, кто это, потому что никто не отозвался. Не Никита вот у нас, у меня в классе, в классах был и Анастасия. Ну, а так, в принципе, это тоже ребята выполняли те, которые просто выполняли. То есть я за эту оценку не ставила, они сами уже выполняли. Видите, принятые работы, непринятые работы. Можно выбрать урок по тем или иным темам и определить, кто работал, кто не работал и так далее. Тут все уроки. Все, очень удобно. Ну, вернусь. Так, основные моменты я рассказала, но есть еще одна функция урока. Мы видели с вами, когда мы создавали урок, можно создавать еще контрольную работу. Вот в шестом классе я создала контрольную работу для того, что я очень ленивый человек, как и многие, и я не люблю себя утруждать различными там контрольными работами, чтобы проверять несколько раз. Очень интересно, когда это сделает система. То есть контрольная работа была выполнена детьми. То есть я забила сюда тестовый материал, опросный материал. Но нужно отметить, что я ввела сюда и, видите, в контрольную работу точно таким же образом, используя тест, вот с левой стороны, видите, либо используя опрос, либо открытый вопрос. То есть я использовала разнообразные здесь приемы. То есть все очень вот так. Да, видно. Определила вверху процент выполнения. Но нужно отметить, что когда вы просто организуете контрольную работу, вот, смотрите, сейчас мы с вами это сделаем. Нажимаем на плюс. Контрольная работа. Вводим название. Вы сами определяете минимальный процент выполнения работы. И вот еще одна интересная функция данной контрольной работы, что если вы, например, вводите различные опросники, да, много-много ввели разных вопросов, у системы есть возможность, например, из большого количества вопросов, которые вы ввели, видите, что я сейчас делаю, да, обязательно вот вводим понятие контрольная, видите, сразу загорелось все у нас. А еще очень интересная функция есть, которая называется рандомизация заданий. Вы на нее нажимаете и можете, например, мы ввели сейчас, например, 20 вариантов различных вопросов, да, но мы хотим, чтобы ребенок выполнил только 10. Но так как что, но есть возможность у некоторых ребят списать, когда в индивидуальном порядке, да, они выполняют, но чтобы вопросы у нас не повторялись, для этого мы можем вот как раз вот здесь показать и определить количество блоков, которые будет программа задавать для того или иного ребенка. Понятно, да? То есть он увидит не 8 и не 10, которые вы вопросы ввели, а именно то количество, которое нужно вам для определения успешности того или иного ребенка. Также вы сохраняете, опубликовываете и отправляете ссылочку ребятам. Конечно, для контрольной работы очень удобно и настроить урок на определенное количество времени, чтобы он это выполнил, а потом уже, когда вы зайдете в прохождение, посмотрите, как ребенок выполнил и, конечно же, увидите результаты выполненного задания. Так, ну, вроде основное я сказала, это у нас о старшей школе, ну, в принципе, без разницы, старшая школа, не старшая школа. Механизм организации, то есть постройки урока в данной программе, он очень простой и он одинаковый, да? Но сейчас я хотела бы остановить демонстрацию и вернуться к той презентации, которую я вам приготовила. То есть у меня тут расписано все, видно, да? То есть я каждый элемент все вам зафиксировала. Если информация будет нужна, я обязательно сброшу. Хорошо, коллеги? Так, ну, а сейчас... Ссылочку нам дадите, Наталья, мы в группе разместим смешанное обучение. Ага. Спасибо. Ага. Ну, вот я хотела... О, так, мне туда нажало, сейчас вернусь. Я хотела бы сейчас с вами провести небольшую физминутку с помощью замечательного сайта, который я тоже познакомилась на очередной встрече с коллегами. Тоже, я думаю, что такой будет бонус, да? Называется Blimps SU. Когда мы на него нажимаем, и эта программа автоматически сама определяет зарядку для глаз. То есть вот для старшей школы вообще удобно использовать. Видите? Вот. Расслабляемся, закрываем глаза до сигнала. Идет сигнал, несколько секунд. Вот эту разминку я тоже использовала на уроках, потому что все время сидеть, как говорится, возле экрана тяжело, да? То есть для старшей школы, мне кажется, спокойно можно использовать. И уже выйдет... Наталья Дмитриевна, оно не показывает. Ну, только вот картинка. Да? Ох, Наталья Дмитриевна, возвращаюсь. Вот, сейчас видно? Да. Да, вот смотрите, на секунду задерживаем взгляд на верхние и нижние точки. Точка, видите, двигается вверх-вниз, вверх-вниз. Так, ссылочку я вам брошу сейчас. Очень хорошая. Видите, дальше пошло. Помигаете глазами. Останавливаю демонстрацию, бросаю ссылочку. Сейчас загружу ту презентацию на Google форму и отправлю вам тоже в чат. Но сейчас я предоставляю возможность продолжить работу. это Елена Алексеевна представляю. Анипка, учитель начальной класса 18-я школа город-находка, которая остановится еще на некоторых моментах организации работы в этой платформе. А я звук выключаю. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Доброго дня суток, потому что у нас ночь. Значит, я хочу сегодня рассказать о том, как можно данную платформу использовать не только на уроке, но и внеурочно. Допустим, я у себя на уроках использую эту платформу еще и для того, чтобы те дети, которые не присутствовали на уроке, имели возможность потом зайти по ссылке и выполнить те же задания, которые были на уроке. Ну, давайте начнем. Значит, начну я с того, что получается рабочая как бы страничка, она есть для учителя, вот в данном случае, которая сейчас открыта, да, перед нами, есть страничка, когда мы включаем презентацию для всего класса и есть страничка для всех детей, ну, для ребенка индивидуально, потому что очень многие мне задают вопрос, то есть видят на экране, когда мы объясняем одно, а получается, что когда я уже показываю детям, там совершенно другое. Ну, и поэтому я включаю презентацию уже для вас с вопросом, с чего мы начнем. Сейчас загрузится, сегодня у нас как-то интернет. Так, итак, с чего мы начнем? Я сегодня хочу вам показать различные моменты, которые я использую у себя на уроках, и вот один из таких моментов это вот ссылки, которые можно использовать, то есть я в работе, когда работала, допустим, просто с презентацией, работая с ссылкой, то получалась такая ситуация, что ты выходишь и часто бывало, что ты долго возвращался, скажем так, на ту же страницу, с которой ты начал. Точно такая же ситуация у меня сначала была и на этой платформе, потом я нашла все-таки, в чем проблема, сегодня я вам расскажу об этом. Вот, но плюсы какие? Например, вот я сегодня хочу вам открыть ссылку, которая называется «Справочный центр». И после того, как мы ее посмотрим, она сейчас загрузится, я могу также спокойно закрыть и выйти опять на ту же страничку, где я была на презентации. Когда ты работаешь, допустим, ведешь урок, это очень важно, потому что это экономит время. Вот я вам сегодня я дам прям документ, где будут вот ссылки вот на данные у нас различные, скажем так, справочные материалы, я бы так их назвала. Так вот, справочный центр. Вот с этого я начала свою работу по изучению платформы. И здесь вот указан быстрый старт для учителей, для учеников, ну и что означает создание курсов. Здесь можно выбрать разные разделы, и вот, как Наталья Дмитриевна рассказывала, нужно также поэтапно все изучить. Ну, например, те же стандартные элементы, элементы теста, или в данном случае курсы. Я сегодня буду знакомить вас, например, с курсами. И вот, если открывать, то здесь есть вопросы по данным курсам, то есть, для чего они, что, как это все можно использовать. И другие вопросы. То есть, это вот можно найти здесь. Если, допустим, про быстрый старт учителей говорить, то точно так же, как готовиться, с чего начинать, какие первые шаги, и точно так же, пошагово все это можно увидеть. Это очень помогает в работе. Значит, и вот обратите внимание, я закрываю и оказываюсь на той же страничке, где я была. Сейчас загрузится. Так, что-то у меня интернет. Ну, продолжайте, наверное, я там просто приготовила несколько ссылок для того, чтобы вот показать, допустим, что не только справочный центр есть, а еще есть такие, то есть, платформа тоже Кори, где можно увидеть, допустим, различные конкурсы. Так, это я уже, извините, для вас приготовила. сейчас, так, закрыла. Сейчас, извините, технические какие-то моменты у нас. Кто-то у нас, так, Наталья Дмитриевна, волшебная палочка своей там взмахните, чтобы у нас все хорошо было. Вот. И вот, посмотрите, там можно увидеть расписание марафонов различных, где предлагают, допустим, поучаствовать не только, допустим, в составлении уроков, да, и можно также, допустим, в вебинарах принять участие, они там различные предлагают, вот, где изучают, практикуют и применяют. То есть, здесь можно зарегистрироваться и вот они, вот эти марафоны, где там они расписаны. Допустим, я такие марафоны вижу, получается, я подписана ВКонтакте и плюс еще в Телеграм, то есть, я еще там состою, и поэтому я там изучаю. То есть, кому это интересно, вы здесь можете зайти и просто посмотреть, какие они марафоны предлагают. Допустим, мы это увидим уже на 25 мая, на 26, на 27. Далее. Следующий конкурс. Вот я в нем уже приняла участие, ну вот я отправила туда две работы, одну работу по математике, одну работу по ОРКС, так как я еще веду уроки ОРКС. конкурс. здесь тоже вот предлагают, рассказывают вообще, что это за конкурс, и здесь есть такая кнопочка, где если вы уже хотите принять участие, то нажимаете участвовать, там нужно расписать свой урок, я, значит, для вас тоже приготовила документ, положение, где вы, если кто пожелает, пожалуйста, вы можете выйти и изучить. вот и посмотрите, я сейчас сразу хочу показать, обратите внимание, что я использую ссылку, да, вот на уроке, я точно так же работаю с детьми, и вот, пожалуйста, документ в формате PDF, где можно посмотреть или можно скачать, то есть, когда я детям, допустим, какую-то работу даю, точно так же они могут скачать, и для того, чтобы оно осталось у них, ну там, допустим, если текст, по чтению, например, вот, по внеклассному чтению, особенно, если я даю текст, то вот в таком формате. Дальше, библиотека уроков. Кстати, по конкурсу хочу сказать, что конкурс это до 29 мая, то есть, и 29 мая он завершает этот конкурс, где можно выставить свои уроки. Ну вот, это выглядит вот так библиотека, в ней, вот, можно увидеть, посмотрите, уже, я вот посмотрела, допустим, сегодня, с 1 по 11 класс и другие. Ну вот, я хочу показать, допустим, я принимала участие как 4 класс. Вот, и вот урок математики. Пока, конечно, не так уж много здесь вот уроков, скажем так. Ну вот, мой третий урок. Ну, третий урок, тут математика. Ну, тут вот расписано, ну и написано кто. Ну и также другие, вот, пожалуйста, предметы. Мы видим информатика, иностранный язык, литературное чтение, окружающий мир, дополнительное образование, физкультура. Вот, пока видно, что люди только начинают работать, то есть, в принципе, такие вот начинающиеся работы, вот, ну, тоже, в принципе, интересные, можно даже себе взять их и ими пользоваться. Вот такая библиотека называется, то есть, где можно урокить. Тоже ссылка, вот здесь я вам тоже дам эту ссылку. И сейчас я вам предоставляю документ, я тоже, я, значит, скину вам ссылку на CoreUp. Вот, если, допустим, кто-то не зарегистрирован на CoreUp, тогда я скину вам ссылку на документ, чтобы вы могли, вот, пожалуйста, выйти вот на этот документ. Я вот вам тут расписала, что библиотека, вот, как выйти на библиотеку, по какой ссылке, а на педагогический идут он, вот, на справочный центр. И вот здесь еще ссылку скинула, это я уже увидела ВКонтакте, это сами разработчики предлагают такие вот ролики по мертвым душам для, по Гоголю. Это вот для учителей литературы. Очень интересно, я тоже посмотрела, как бы для себя. И они там, разработчики предлагают, что вы даже можете скидывать, им презентации, например, или видео, и они их будут переделывать так, как вам удобно. Я, правда, еще таким способом не пользовалась, но читала отзывы там ВКонтакте, что они по поводу этого пишут. Вот такой вот, значит, материал для вас будет. Теперь, далее. Так, извиняюсь, сейчас я... Теперь, далее. Значит, я хотела вам рассказать о том, что вот конкурсы существуют, вот такая вот библиотека, вот. Ну, и дальше хочу рассказать более подробно вот о курсах. Они вот, как бы я до этого с ними мало работала, вот только в последнее время, когда вот уже увидела о том, что перепис, переписываются и предлагают. Значит, посмотрите, чем мне нравится, допустим, создание курсов. Тем, что здесь можно выбирать обложку. Здесь вот у меня уже, как бы созданы свои обложки по моим предметам. И чем мне, например, нравится тем, что каждый вот урок, здесь он, как бы, какой-то своей последовательности идет. Какая-то такая структура. Значит, я у разработчиков спрашивала, в чем отличие курсов, например, и вот если мы обычные, вот где у нас уроки. По сути дела, как бы получается, одно дублирует другое. Но они, значит, говорят, что получается через курсы более быстрее могут получить и ссылку, и доступ к детям для того, чтобы зайти, посмотреть и выбрать, какой бы им нужен урок. Здесь вот Наталья Дмитриевна рассказывала, когда по урокам, да, инструменты, которые с правой стороны, здесь точно так же. И вот мне понравилось, что здесь тьютеры, но они, правда, тьютеры только могут с вами работать, если у вас, скажем так, платный запущен, скажем так, тариф. Вот. Здесь также есть настройки, вот, то есть если вы открыты, вот опять же, по поводу открытого вопроса я тоже задавала вот разработчикам, значит, я не могу использовать здесь открытый курс, потому что у меня бесплатный тариф. То есть для того, чтобы он у меня был открыт, я должна, чтобы у меня был платный тариф, скажем так. И здесь мне понравилась тоже инструкция. Вот. То есть так же, вот как Наталья Дмитриевна показала, вот тот справочный центр, про который я вам говорила, что тоже легко можно на него выйти и работать. А теперь далее. Значит, посмотрите, вот, например, мы берем по курсу классный час, да, вот я сегодня хочу вам показать, как можно использовать, допустим, инструменты хора для своих уроков и внеклассных мероприятий. Хочу сказать честно, что вот как только я стала работать вот по этой платформе, через какое-то время я решила поменять и, допустим, по другой платформе поработать. дети почему-то сами мне потом написали, что Лена Алексеевна, давайте вы вернетесь на ту платформу, по которой мы работали. То есть детям она более, скажем так, была приемлема. Ну и для меня тоже. Почему? Потому что на этой платформе можно использовать и видео, и аудио, и документ ставить, и ссылки. Ну и, как видите, QR-коды, да, можно тоже ставить. Вот эта рабочая сейчас страничка перед вами, где мы, получается, с ребятами, ну то есть вы можете, в принципе, тоже попробовать, посмотреть, куда мы выйдем, да, где я использовала, так, Vogue Club, если правильно, Vogue Club. Я, конечно, не сильна в английском, ну вот как-то вот так. Значит, это у нас был классный час, где я им предложила по QR-коду, выйти, ответить на вопрос. Это инструмент для обратной связи. Вот дети, значит, через QR-код нажимают, выходят. Так, извините, я хотела показать. Вот, и мы, получается, что, когда я выхожу, вот я уже сейчас вам покажу результат законченной работы. Я не ошибаюсь, здесь у меня. то есть, когда уже дети ответили на вопрос, я уже выхожу, и мы смотрим, какой ответ получен был у детей. Так, ну вот сейчас откроется страничка, вот как выглядит эта страничка, но это страничка рабочая для учителя, да, то есть, здесь вот слова, как начать, и вот когда только дети начинают отвечать, то есть, тут же на экран выходит облако слов, скажем так, вот оно перед вами, да, то есть, дети ответили, и тут же мы увидели, то есть, сразу вот обратная связь. Детям очень нравится, кстати, вот этот сервис, потому что тут же оно автоматически все появляется, очень красочно, и, конечно, дети прям с удовольствием используют. Далее. Так, извините, далее можно что еще использовать? Первое, это видео, конечно же, да, и презентации, ну вот я их, пожалуйста, показываю, я уже говорила. Теперь я остановлюсь более подробно сейчас, пока вот я просто вспомнила, чтобы вам показать, как можно, например, эти ссылки, чтобы они были активны. Я их пробовала в разном варианте, но мне больше нравится именно когда я использую тест, текст, извините. Вот здесь вот есть ссылка, то есть смотрите, когда вот вы вставляете ссылку, здесь можно подписать, как называется ссылка, и очень важно в окошечко галочку вставить, потому что, когда без галочки, то дети, выходя по этой ссылке, они обратно зайти не могут на эту же презентацию, то есть или на ту страничку, где они работают индивидуально. И поэтому, допустим, когда я вставляла ссылку из учи.ру, например, они делали задания, или из Яндекс.Учебника, получается, выполнив задание, они обратно уже не смогли зайти. Для того, чтобы они смогли выйти, зайти обратно на ту же страничку, где были, вот очень важно нажать вот на этот квадратик, скажем так. Что еще можно использовать? Ну, QR-коды, как я вот показала, которым можно использовать. Видео, это да, видео вообще мне нравится, что можно в любом формате его использовать. Например, вот на День Победы, классный час, можно использовать аудиозаписи. Это тоже немаловажно. Здесь у нас, допустим, сейчас я выйду и покажу, какая запись. потому что вот аудиозаписи очень выручает нас как учителей начальных классов, потому что на любом уроке даже аудиочтение книги я использую на литературном чтении. Ну, в данном случае с начала урока вы видите, что мы говорили о попе, да, и поэтому люди же такие песни, знаешь, которые связаны обычно на сфере смешно музыки. Золотые маковки церкви Вот, ну, вот, как бы такой. Ну, и вот опять же, посмотрите, на уроке, то есть, на классном часу я использовала также павок-клаб, правильно, красиво, чтобы сказать вам. Вот, тоже очень часто сейчас использую, потому что детям это нравится, очень интересно, опять же, и красочно это все получается. Очень мне нравится эта доска под лет. Сейчас я покажу, как тоже я с детьми на уроке на классном часу использовала. То есть, я использую под лет не только, допустим, на уроке, но и для того, чтобы они, когда, допустим, анализ произведения, там, или когда они анализировали окружающий мир, как они там на экскурсию сходили со своими родителями, то есть, я тоже это использую. Детям очень нравится. Ну, вот, например, когда мы проходили классный час, естественно, чтобы связать, а еще какие книги вы читали, то до этого я им давала задания, и мы тут же, получается, выходим на эту доску и наблюдаем, как дети, допустим, у нас выполнили задание, это нужно было список произведений о войне составить, и вторая там доска будет, что нужно будет создать авторов, которые пишут именно о войне. все это было как бы как метапредметная связь и с чтением была связана, да, и классный час, как бы, вот, пожалуйста. Мне это нравится, потому что здесь можно двигать, допустим, в разные стороны, да, и вправо, и влево, можно также, пожалуйста, поднимать, посмотреть, какие картинки. Вот перед вами я показываю, то дети уже у меня сами все научились делать, некоторые, конечно, еще не получалось, но большинство уже как бы самостоятельно работали и, в принципе, им нравилось. Проводила даже уроки консультации для родителей, ну, и вот следующая доска под лет, где они уже показывали авторов, которые пишут о войне. Очень важно, чтобы для детей, конечно, вот сверху инструктаж такой вот был, что и как делать. И вот мне что здесь еще нравится, что можно оценивать, можно оценивать, можно комментарии писать. Я, допустим, когда работала уже с пятым классом там под НКНР, то проверяя их работы в подлете, я тут же писала комментарии, что молодцы, спасибо, хорошо поработал. Ну, или там, допустим, допиши, или доделай работу. Ну, и видео, естественно, это видео. Вот, еще я хотела бы сказать, что, допустим, Люня Апс здесь используется, да, и можно не только, допустим, на уроках математики, русского, там, можно на чтении, на окружающем мире, ну, и, конечно же, можно это использовать и на других. Ну, вот сегодня, например, у нас тоже был классный час, вот, мы где использовали тоже аудиозапись, вот, ну, и фотографии, понятно. Ну, вот мне что нравится, что вот картинки здесь можно вставить, допустим, здесь две картинки, а можно и три, и четыре, максимально четыре можно вставить. Ну, и также можно использовать, естественно, это облако, да, вот, различные ссылки, вот сегодня мы с ними работали по ссылке, там они выполняли, вот, и вот я им давала задание в Google форме, допустим, ответить на вопросы, и тут же, пока они там работали у меня самостоятельно по группам, я уже в облаке составила их ответы, и вот, пожалуйста, для них предоставила ответы, то есть, ну, вот здесь одни пожелания для будущих первоклассников написали, это пожелания мне, вот, ну, а это они написали мне, какими они себя видят в пятом классе. Облако слов тоже очень интересно использовать на уроках, детям очень нравится, поэтому, как бы, тоже рекомендую, скажем так. Следующее, что я вам хотела показать по работе, вот, во внеклассной работе, это, конечно же, работы своими руками. Их, так как у нас получается по учебному плану, который изменили у нас, когда уже началось дистанционное обучение, только было три урока, то я им проводила четвертый урок, такой творческий, где они уже могли у меня работать творчески. И тоже мне очень нравится, допустим, опять же, данная у нас платформа, потому что можно увеличивать, допустим, картинки, показывать в более таком объемном формате, особенно для тех ребят, которые плохо видят. То есть, можно вот, пожалуйста, увеличить, и они уже более по-другому видят. Но здесь, так как я брала с другого, как бы, с другого документа, то, конечно, тут, как бы, авторские права показаны. Конечно, не очень бывает это, как бы, красиво, скажем так. Ну, вот я сейчас хочу показать еще по... А, если вот, допустим, смотрите, если говорить, допустим, по этой презентации, да, вот здесь, то, смотрите, пошагово можно четко каждый шаг проследить. То есть, в принципе, как и по обычной презентации, но здесь более удобно, потому что мы с детьми пробовали, и детям нравится именно здесь. Допустим, вот на уроке ИЗО, вот, который я говорила сейчас, да, что вот пошагово можно увидеть. Мы, допустим, рисовали летний пейзаж, летний пейзаж, и вот что мне нравилось, что когда они рисовали, допустим, там четыре картинки, они сразу видели одновременно, какая работа должна быть, какая работа должна быть. Вот. И посмотрите, если я увеличивала, то вот, пожалуйста, конкретно акцент был на какой-то определенной одной картине. Это тоже очень выручает, потому что, например, когда мы по чтению проходим, там какие-то книги изучаем авторов, то в увеличенном виде это тоже ребенку доступно, он может легко это посмотреть, если даже вот дома он работает, пожалуйста. Вот. Ну и что мне нравится, что тут же видео можно, то есть ребенок может вернуться, посмотреть через видео, а может посмотреть вот пошагово, как вот нужно выполнять всю эту работу. То есть вот как бы в таком формате. тоже это все увеличивается, и как бы уже дальше работает. Я вам хочу сказать, что вот эти все инструменты, которые мы используем, вообще вот я, допустим, использую на своих уроках, они помогают вообще даже тем детям, которые, ну, допустим, у которых проблемы со здоровьем, скажем так. Я сейчас хотела бы спросить у вас, если можно, вам нужно показывать уроки, где по математике, по чтению, или вот этих уроков достаточно будет? Коллеги, может быть, нам перейти вот к каким-то вот таким общим обсуждениям, потому что, судя по чату, я вижу, что многие работают уже в этой, на этой платформе, и может быть, как раз вот Наталья и Елена ответят на вопросы, или просто обменяемся какими-то вот своими лайфхаками, хаками работы вот на этой платформе. Как вы думаете? Ну, по отзывам в чате, да, коллеги, я смотрю, многие используют, и вот то, что мы сегодня немножко осветились, Елена Алексеевна, вам абсолютно знакомо. Ну, повторение мать учения, где-то вы все равно отметили что-то новое, я смотрю, да, вот Татьяна Грумова там посмотрела, что настройки есть, да, но это тоже хорошо, мы вот друг друга учимся, да, иногда тот материал, иногда тоже закрепляем. Ну, и с другой стороны мы видим, как бы мы это представили сами, то есть это тоже, с другой стороны, урок для нас. Татьяна, что вы хотели сказать? Вас не слышно. Можно мне вопросик маленький? К Елене? Конечно. Елена Алексеевна, смотрите, вы показываете, что вы используете курсы, я так поняла, что это все курсы, правильно? Нет, это и уроки, и курсы есть, просто мне сейчас, допустим, когда я уже пошла по курсам, мне это более удобно, там точно так же можно составлять тот же урок, он как дублируется, он и где и уроки будут, и где курсы будут, то есть я могу даже показать, как это делать. Вот можно вопрос такой, вот у меня на курсе коллеги сделали курсы, я перехожу по ссылкам, которые они отправили мне для проверки, а я почему-то вижу, что курс неактивен, или закончился, или не запущен, что-то вот в этом роде, как это исправить, как это исправить, и как они мне отправили, я просто курсами, вот лично я не пользуюсь, можете мне вот открыть демонстрацию экрана? А дело в том, что я вот, Татьяна уже говорила, так как, помните, я показывала с правой стороны, что я не могу его открытым курсом сделать, потому что у меня бесплатный тариф, поэтому лучше отправлять, получается, делиться ссылкой, где уроки, вот, ну, сейчас я вам покажу, не от курсов брать, а именно, где уроки, потому что, если у них курс, получается, он неактивен, вот я вам сейчас покажу еще раз. Это у вас курсы? Это у вас курсы? Классный час? А надо вот с уроков, вот, допустим, чтобы учить, ну, вот я сейчас, смотрите, вот захожу, да, и вот я, допустим, публикую. Это понятно, да, это мы, вот эта ссылка, а если они вам пришлют именно отсюда, она будет активна, а если они пришлют вам от курсов, и у них тариф бесплатный, она не будет активна, они, то есть вы ее не сможете по ней работать. А можно вот вам вопрос, а вы как работаете с курсами, вы оплатили? Я нет, я просто с этими курсами как работаю, для себя, вот посмотрите, мне удобно урок проводить, я уже знаю, раз, я быстренько открыла, вот, где что мне нужно, сразу нашла, мне удобно, потому что здесь они... Там библиотеку, да? Там библиотека получилась, это раз, во-вторых, посмотрите, вот я открываю, например, да, и они вот у меня вот идут, сразу все один за одним, как я их создала, и мне это удобно, а здесь, понимаете, получается, чтобы поделиться, допустим, вот, с этой ссылкой, тогда, видите, она неактивна, то есть даже если я отправлю ее, то она все равно будет неактивна, потому что она, получается, должна настройка, настройка должна быть открытый курс, вот он должен быть, открытый курс, а он у меня... Потому что за это нужно заплатить, и все. Правильно, за это нужно заплатить, вот, поэтому я ознакомила с курсом, для чего? Чтобы просто для вас систематизировать, чтобы, потому что, когда, смотрите, обратите внимание, когда ты заходишь просто на урок свой, да, ну, допустим, у меня, видите, их сейчас много появляется, да, и когда я вот, получается, мне надо вот так вот все это искать, а когда они в строчке, все равно я там какие-то галочки себе отмечаю, то есть мне так удобнее, поэтому появились курсы, ну, и может быть, у меня впереди тоже, я плачу и уже буду, научусь и буду, как говорится, публиковать. Если я создаю курс, я правильно понимаю, что если я создаю курс, я в этот курс могу включить те уроки, которые ранее были мной сделаны? Да, вот я могу показать, вот посмотрите, например, вот я сейчас, так, ну, давайте возьмем чтение, у меня уже, видите, чтение уже я все туда ввела, ну, давайте вот, который сегодняшний, вот, который я создала по всему свету, да, сейчас, вот, получается, вот так же нажимаете на, где у нас три точки, видите, переместить, и вот выбираете, куда вы перемещаете. Спасибо большое, да. Еще вопрос у нас в чате от Эльвиры, Шемякиной, я спрашиваю о том, как именно упражнения отображаются в статистике, какие именно упражнения отображаются в статистике. В основном тестовые, которые открытые вопросы, они, в принципе, не отражают, как я поняла, вот я читала у разработчиков, что открытые вопросы, они не отображаются, а вот тестовые варианты, где выбор ответа, да, и вот там классификация, где идет, они отражаются, вот, допустим, упражнения, вот классификация, вот, а вот где именно ответ ребенка, он не отражается, то есть он как бы получается, ребенок, там даже получается, как интересно, что когда ребенок получает, допустим, работу, он отвечает, то он сразу получает, например, там у него отражается сколько он заработал баллов, да, там процентном соотношении. Так вот, некоторые мне ребята пишут, вот, у меня там мало баллов, потому что я, наверное, там что-то не сделал, но я все сделал правильно, и тогда я ему объясняю, что баллы добавятся тогда, когда я уже проверю, например, тестовую часть. Вот тестовую часть я проверяю, все, тогда они добавляются ему, и получается уже, допустим, ну, допустим, он на вопросы ответил, например, на 60%, да, а тестовая часть, например, 40%. И когда я уже проверила, вот как Наталья Дмитриевна сегодня показывала там, да, как она проверяет, то уже эти 40% добавляется, и он видит, что 100% он уже выполнил. Но это после того, когда уже учитель проверит. Поэтому и делится, что здесь есть вопросы открытые, да, вот это, допустим, с открытым ответом, где ребенок может вообще развернутый ответ даже дать, может краткий ответ дать, а есть где тестовая часть. Надеюсь, я ответила на вопрос. Ну вот у Эльверы наоборот, почему-то у нее наоборот, вот она пишет, что у нее с открытым ответом видит задание с открытым ответом, а с закрытым получается, что нет. Вы знаете, я вчера в Телеграме, допустим, тоже читала вот эту информацию, и как разработчики сказали, что сейчас у них там тоже, получается, они же сейчас перестраивают, и вот сегодня Наталья Дмитриевна даже сказала, что постоянно усовершенствуется, и скорее всего у них какие-то недоработки появляются, потому что там вчера парень писал, что диалоговый тренажер, например, он тоже там использует, а там совершенно по-другому. И ему сказали, что сейчас там что-то все тоже меняет, то есть же они там все то, что переделывают, поэтому, говорит, может быть, какие-то погрешности есть. Но вот то, что я отвечала, это я была на курсе, на вебинаре, вот, где вот именно об этом говорили, и поэтому я вот как бы именно оттуда я и говорю. Получается, что мы учителя тестируем эту программу, и доработчики ее, как говорится... Ну, я вот была недавно на вебинаре, в понедельник, они тестировали также эту работу, то есть предлагали трех учителей с разных регионов вообще страны, и они прямо, пока вот, допустим, разработчик нам рассказывал, да, о какой-то новой, допустим, структуре, ну, вот о курсах говорили, например, то в этот момент девушки там, отдельно учителя, одна проходила, например, тестовую часть, другая проходила открытые ответы и тоже тестировала. Ну, и из трех, которые вот тестировали, только одна была, ну, как сказать, не то, что недовольна, она была, ну, говорит, я не поняла, как это делать, а двое, в принципе, справились, им это очень понравилось. Ну, я на данный момент, допустим, говорю про себя и вот про начальную школу. Вот я даже уверена, что когда у нас уже мы выйдем и будем работать уже не дистанционно, я сто процентов уверена, что я буду использовать данную платформу, потому что, во-первых, она очень удобна в том, что детям можно ссылку дать и на почту, и можно просто даже пароль, этот код дать, и дети спокойно могут войти. Единственное, что, знаете, какой момент, это вот я вот увидела уже здесь, когда была на смешанном тоже обучении, вот тоже какой-то вечер был, я услышала, например, что, я вот не знала, услышала, что если ребенок не зарегистрирован вообще на этой платформе, то получается тот ответ, который мы ему пишем, ну, допустим, есть задание, которое я не принимаю, потому что я вижу, что там у него ошибки, то получается, если ребенок не зарегистрирован на этой платформе, то он эти ответы не увидит. Вот это я, допустим, вот уже узнала здесь, Потому что мне тоже было интересно. Ну и еще получается, что все сейчас очень много, получается, здесь и видео мы же скидываем, презентацию, и они тоже используют на определенном каком-то облаке у себя. Я как бы в эти подробности пока, конечно, не внедрялась. Я единственное, что внедряюсь, это как работать по ссылкам с детьми, как вот удобно. И мне действительно очень удобно, потому что я тут же открыла, тут же посмотрела, как ребята работают. Допустим, если когда мы работаем в Google документах или в Google презентации, то это вообще просто. Тут же презентация у тебя на экране, ты выходишь по этой ссылке, смотришь, тут же ребятам комментируешь. То есть это очень удобно. То есть не надо постоянно где-то там что-то как-то выходить и искать. Все это в доступной форме. То есть данный конструктор позволяет использовать очень большое количество различных инструментов цифровых и включать в себя. И как раз это та платформа, как вот сумочка, в которой есть много-много-много всего. И ты достаешь только то, что тебе нужно. Ну и, конечно, вот знаете, я не показала, допустим, вот на уроках, допустим, физкультуры, да, там можно так же, как физминутки те же показывать. Вот. Я, допустим, иногда на уроках это использую. Ну, вообще, конечно, вот эти вот инструменты, которые для начальной школы, видео особенно, аудио, оно очень используется. И детям очень нравится. И мне нравится, что оно открывается и работает, и не зависает. Вот это очень важно. Потому что, когда бывает, ты так вот, допустим, через YouTube просто выходишь и включаешь, чаще всего оно долго грузится. А когда ты работаешь через платформу, то видео сразу срабатывает, все показывает, никаких реклам, ничего нет. Это вот очень тоже важно на уроке. Потому что время тоже ограниченное у нас. Ну и еще мне, я, кстати, забыла сказать, что вот, как Наталья Дмитриевна сказала, что на уроке, допустим, когда они дети работают, особенно вот я там по математике, да, они тут же одновременно, допустим, одни работают по ссылке, а одни уже мне тут могут прямо на доске ответы писать свои. То есть, когда там устный счет, например, у нас там, да, идет, они тут же пишут, и мы тут же проверяем. Это мне вот тоже очень нравится, что тут же автоматически показывают, правильно он сделал или неправильно. И все это, понимаете, на презентации. Конечно, у нас и такая презентация тоже может быть, но здесь это очень удобно, потому что все быстро и как-то функционально. Это получается, да, по большому счету. Доходишь по ссылкам и получаешь, возможно, это в качестве домашнего задания, как элемент, ну, как технология перевернутый класс, да? То есть, хорошо будет работать. Я вот у вас увидела, да, вот эту работу, знаете, и мне очень понравилось, я для себя сейчас использую вот эти вот Google-ссылки, прям, ну, потому что когда вот мы работаем, я вам говорю, удобно тем, что мне не надо выходить, куда-то заходить, все сразу видно. Вот это мне очень понравилось. Как раз сейчас Эльвира спрашивает о том, что действительно вот эта платформа очень хорошо может работать, как домашнее задание, да, получается? Вот, фронтально неудобно работать в классе. Если вы представьте, фронтально, если, предположим, идеальная ситуация, у всех есть гаджеты, как вы думаете? Ну, а вчера на улоге русского языка мы с вами были, мы видели как раз эту работу, когда в условиях класса мы даем платформу, ребенок на гаджет или на своем любом-любом каком-то цифровом инструменте заходит по ссылочке и тут же выполняет одно-два задания. Ну, так же можно и так же... Единственное, что если не идеальная ситуация, когда мы выйдем оффлайн, да, и у нас не будет вот этих инструментов в классе, то тогда, получается, конечно, это остается только на домашнее задание, да? Да, либо какой-то телефон... А телефоны-то, Наталья Дмитриевна, у всех же телефоны есть, они же через... Не у всех возможности, не у всех... Телефоны у всех разные, так скажем, но... То есть тут ситуации разные бывают. Я думаю, что каждый учитель — это, как говорится, творец, и я думаю, наличие инструментария в классе применят как нужно. Да, согласна, что не у всех, конечно, всё это есть, и интернет не у всех, интернет и телефон... Ну, это уже второй вопрос, это уже второй вопрос. Да-да-да, это уже... Можно использовать? Можно? Можно маленький? Нужно. Смотрите, по поводу телефона. И, в принципе, у всех примерно вот такого размера телефон, да? И когда... Что мне нравится вот именно в кор, когда они переворачивают вот таким вот образом, они текст видят крупнее, больше, и шрифт соразмерен с тем, что есть в учебнике, в учебнике русского языка и литературы. Поэтому вот это плюс, мне кажется, платформы, потому что, ну, бывает такое, что, например, я закидываю им какой-нибудь текст, они должны вот прочитать, а потом из этого текста выбрать то, что нужно, и вписать, например, в это, в обратную связь. Мне, знаете, единственное, чего не хватает, это вот когда я, допустим, работаю с презентацией, мне не хватает, чтобы вот нарисовать там что-нибудь, поэтому я использую, конечно, инструменты, которые вот в зуме. А вот, я иногда думаю, ну, где бы там, чтобы вот дорисовать. Или как вчера, да, чтобы возможность подчеркнуть было, да? Да, да, да. Как вчера Ирина показывала на открытом уроке. Вот это, ну, я им написала, и говорю, что я бы хотела, чтобы вот это вот появилось. Но они сказали, подумают. Со времен, когда мы участвовали в азбуке здорового питания, как раз на этой платформе, сейчас она, конечно, очень изменилась в лучшую сторону. Сейчас ее доработали, конечно. Коллеги, может быть, вы поделитесь какими-то своими лайфхаками по работе с этой программой, кто что-то сегодня не увидел, но знает какой-то секретик. Поделитесь. Я могу как бы дополнить немножко. Вот когда мои коллеги выступали, я вот не помню, там немножко я отключилась, пропал у меня звук. Говорила Наталья Дмитриевна или нет. Когда вставляется текст, то он вставляется в том формате, в котором вы его скопировали. И когда он вставляется, там появляется в окошечке такое слово «очистить». Да, как бы странное слово, не совпадающее с тем, что мы делаем. Мы же вставляем, а там «очистить». Нужно нажимать, потому что это как раз идет, слово вылетело у меня. «Очистка формата», наверное, да? «Очистка формата», да, очистка формата. И поэтому он будет в том варианте, как на самой платформе «Корп». Потом, вот хочется добавить еще, допустим, я работаю по начальной школе 21 века. И у нас есть своя платформа «Лекта». Там у меня электронные учебники. Но вы не представляете, я замучилась, потому что они все время у меня висят в классе. Работая в «Зуме» через платформу «Корп», я сделала нарезки. А, я точно так же пробовала, опять же, электронные учебники. Они у меня висели на удаленке. Я сделала нарезки, вставила все вот эти вот наши тоже игровые моменты. И вы знаете, вот на платформе «Корп» работает все безупречно. Теперь еще хочется сказать следующее. Допустим, когда, вот как бы не акцентировали внимание, особенно для тех, кто как я начинал. Когда вы, допустим, вот Наталья Дмитриевна сказала, что когда в это упражнение с пробелом вставляете, то не нужно делать никаких пробелов, никаких запятых. Это должно все оговориться. И когда вы сделали публикацию, то есть уже опубликовали, тоже ничего уже в этом документе менять нельзя. Как только вы поставили хотя бы одну запятую, это уже будет абсолютно новый документ. И он уже заново надо публиковать. Заново опубликовывать, да. Вот я с этим столкнулась, такая была неразбериха, а у меня первый класс. Дело в том, что они сейчас поменяли эту ситуацию. Да, я только что хотела это сказать. И еще хотела сказать, допустим, когда вы будете регистрироваться на платформе КОР, вот как еще можно получить разную информацию. Там есть такая ссылочка, сам автор этой платформы, он предлагает сотрудничество. Если вы туда ввели свой электронный адрес, то вам все время на почтовый ящик будут приходить разные документы. Вот как раз про эти различные изменения на данной платформе постоянно приходят мне просто на почтовый ящик. Поэтому не обязательно там на Фейсбусе или вконтакте. Очень важное выполнение, для начинающих особенно, конечно. Наталья, вам вопрос про рандомность, вопрос их в тестах. Ну вот смотрите, когда организовывалось много-много лет назад дистанционное обучение, вот, например, когда высшее образование кто-то получал, мы сдавали тесты в дистанционном формате. В базу было вбито определенное количество тестов, но ты никогда не знал, какой выпадет. Ты не мог, как говорится, схитрить и как-то сдать какой-то предмет из 500 вопросов, и не приходилось учить в любом случае. Здесь вот как раз есть такая возможность, когда ты забиваешь большое количество однотипных заданий, ну, либо как бы так, да, например, те же 20, 30, 40 примеров, да, и тебе, вот, смотри, на таблице умножения, на проверку, да, ты забиваешь определенное количество вариантов этих числовых выражений, да, которые нужно превратить в райс и определить это значение. Что мы делаем? Вот вы забили 50, а ребенку нужно дать 20. Вы отмечаете там галочкой, что именно определенное количество 20 выпадет ребенку, и ребенок выпадает из этих 50, 40, сколько вы забили, только 20. Только нужно обязательно нажать галочку. Но если вы в этой работе используете также открытый вопрос, тест, то уже рандомности не будет. То есть он должен состоять из однотипных элементов, инструментов. То есть если опрос, то везде должен быть опрос. Все, спасибо. Так, ну что, коллеги, еще есть какие-то вопросы? Ну там вот я вот вопрос увидела по поводу того, что можно использовать, ну, допустим, по ссылке. Я как в своем выступлении говорила, что я очень часто использую это для тех детей, которые, допустим, пропустили уроки или, допустим, болеют, да, там, ну, как бы не было их. И они могут работать тогда, пожалуйста, по этой ссылке самостоятельно в то время, когда им это нужно. Поэтому это... Да, когда в офлайн выйдем, да, наверняка же. И карантин, вот у нас, например, в этом году был карантин неделя, еще вот до того, до Нового года. Татьяна, вы хотели что-то спросить или рассказать, нет? Руку поднимали. Я? Да. Я, когда вот Наталья выступала, я еще хотела задать вопрос, а потом думаю, сниму сейчас, наверное, все-таки актуально. Смотрите, как я еще использовала вот эту платформу, вот как раз когда мы уже полностью на дистант перешли. Я в начале дня им всегда даю план, что нам сегодня предстоит, и вот расписаны по часам, когда что будет, чтобы они успели, например, там, к 12 часам что-то сделать. Например, в 12 часов у нас русский язык, я бы хотела, чтобы они до этого момента изучили какой-то материал. На платформе Core я накидываю всю необходимую информацию. Это я к тому, что на уроке, например, мы не все успеем изучить, и все, не успеем пройти. Это как перевернутый класс получается. И изучают, изучают, и выполняют ему такой маленький тестик. Допустим, минут 40 им хватит поизучать, и к 12 часам, например, они уже готовенькие ко мне подойдут, и я уже смогу с ними поиграть и разобрать то, что не ясно было. Поэтому тоже как вариант. Да, да, да. А для подготовки к уроку. Татьяна к вам присоединиться. Дело в том, что какой у вас класс? Третий. Третий. А мне об этом говорили, благодарили родители первого класса. Потому что благодаря этой платформе получается перевернутый класс. И родителям настолько было удобно, они выходили, видели план урока. Ну, они видели только план, как бы наполняемость урока. А что буду я давать, они не понимали, потому что они же не учителя. Но тем самым урок получался гораздо продуктивнее. Да, да. Альфия, вы хотели что-то еще рассказать, да? Или спросить? Звук. Ага. Да, Наталья. У меня вопрос к Татьяне. Татьяна, вы нам рассказывали еще про... Да. Вы нам рассказывали про программу Gluckster. Там, где карту вы делали, помните? И мы там по этой карте гуляли, там вот это вот интересно. Да, да. А это можно в Core вставить? Смотрите, в Core вставляется в виде кода только Learning Apps. Все. И все. Да. Понятно. Окей. Ну, Gluckster, там же еще и платная программа, да, Татьяна? Да, но там есть ограничения, есть что-то бесплатное, что-то платное. Есть по количеству встраиваемых элементов бесплатное. Скажите, а реклама там вот этого нет? Все в порядке с этим? Да, конечно, там все чисто. А, прекрасно. Татьяна, а если использовать как ссылку, можно? Да, да, ссылка. Я вот у себя в этом воркплейсе все ссылками загружаю, в том числе и на Gluckster, и на Core, и на все эти вот вещи. Также в Google документ можно открытый доступ и сделать эти ссылки, и ребенок по этой ссылке потом перейдет. То есть можно как бы использовать... Татьяна, а может быть нам сейчас уже договориться с вами по мастер-классу по Gluckster? Без проблем. Когда скажете? Хорошо. Итак, вот по секрету всего света сегодня поговорили о платформе Core, да, и уже, как говорится, навели мосты на следующий мастер-класс. Ну, я хотела бы еще сказать вот тут как бы о находке, да, можно общую? Конечно, конечно. Когда у нас десант такой находки. Когда у нас началось дистанционное образование, я вам стопроцентно хочу гарантией сказать, что никто не знал об этих платформах, да, коллеги. Благодаря вот, я думаю, что нашему эмоционер-развитию, какие мы молодцы. Мы провели неоднократные семинары и с завучами, и с учителями, и с дошкольниками, и со всеми предметными областями. Все методисты включились в работу. И нужно сказать, что вот сейчас вот мы видим обратную связь уже со стороны учителей, да, то есть они пользуются, готовы делиться этим. И мне очень приятно, что уровень нашего вот обычного города, да, заштатного, да, можно так сказать, который сейчас погряз в коронавирусе, мы вышли за эти пределы, и мы уже здесь с вами. И нам очень приятно видеть ваши лица и отвечать на ваши вопросы. А я, в свою очередь, от лица Центра смешанного обучения хочу поблагодарить вас, очень активных педагогов, которые поддерживают нашу группу, которые, так скажем, помогают делиться опытом с другими педагогами, и приходят и проводят свои мастер-классы. Это очень здорово. Большое спасибо. Да, Альфия. Наталья, у меня еще, знаете, так как вот правильно Наталья сказала в Йонс, что мы очень многому всему научились, у меня такая идея возникла буквально вот вчера. А что если бы нам в конце мая сделать какой-то флешмоб, чтобы мы поделились вообще тем, чему мы научились, чтобы мы показали друг другу, да, что мы уже умеем, и еще раз как бы, знаете, похвалить себя, что вот этот дистант, да, вот эта вот вынужденная ситуация, она нас заставила что-то сделать. Давайте сделаем такой флешмоб, поделимся всем, что мы умеем, да, там свои, там, не знаю, сертификаты приложим, чему мы научились, чтобы мы показали просто. Альфия, ну, знаете как, инициатива наказуема в том плане, что вы предложили, поэтому вам и карты в руки. В каком плане вы предлагаете? Это может быть, например, видео, да, минутное какое-то, да, предположим? Это может быть видео, это может быть какая-то фото такой просто… Калаш, фото-калаш, да? Да, это или видео, или вот, ну вот, хочется, знаете, вот этот весь, весь этот курс, да, все наше обучение как-то обозначить в конце каким-то таким вот радостным событием, чтобы это было интересно и как-то познавательно, да. Альфия, тогда можно с вами договориться? Вы в группе смешанного обучения выкладываете пост, что мы, такого-то числа, вы сами определите дату, определите положение, то есть что там должно быть, какие вещи, и мы тогда вот с Натальей Андреевой свяжемся, определимся тогда вот вместе, когда это будет, и вот таким же образом выйдем на конференцию, соберемся опять в зуме и отметим, так скажем, наш прирост. С смешанным чаепитие, смешанным чаепитие. Да, смешанное чаепитие, точно. Да, смешанное чаепитие, хорошо. Договорились? Значит, от вас пост и, ну, такое небольшое положение, то есть что мы хотим? Ну, давайте только договоримся, что не более там минуты-две максимум, но чтобы это, чтобы успеть. Да, 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 конечно, конечно. Все, спасибо огромное за идею. Уважаемые коллеги, большое спасибо. От Центра смешанного обучения вы, как говорится, поддерживаете жизнь группы, поддерживаете вот эту инициативу прекрасную. От Татьяны Громовой мастер-класс по Глокстерму. Татьяна, в следующую среду можете? Да. Можете. Все, тогда, значит, мы определяем с вами то же самое получается. Четыре часа среда. Договорились? Угу. Все, тогда мы делаем анонс вашей активности. Коллеги, большое спасибо. Я уверена, что теперь все, кто пришел сюда, однозначно пополнят библиотеку конкурса Рыбаков фонда, правда? Отправите свои уроки. Вот. И всем победы в этом конкурсе. Получается так. Ну, все, счастливо. Спасибо, до свидания. Большое спасибо всем. До свидания. Спасибо всем, до свидания. До свидания. До свидания.